Охрана общественного порядка в режиме онлайн. Благодаря совместной работе полицейских и электронных видеосотрудников преступность в городе снизилась, раскрываемость повысилась. Посмотреть на слаженную работу команды и познакомиться с чудо-техникой поближе выехали депутаты Чебоксарского городского собрания и наша съемочная группа. Ваше место. Следуем по Ленинградской, в сторону перекрестка. Этому молодому человеку не повезло. Попытка проникнуть в чужую машину закончилась задержанием. Правда, он не преступник, а подставное лицо. Но оперативная работа полиции самая настоящая. Выясняется, что было совершено преступление, проникновение в ту же машину. Обращается к нам, смотрим на эту часть панели, смотрим, есть ли у нас возможность видеонаблюдения. Дальше уже изымаем видеозапись из архива. Сергей Николаевич, спасибо. Придайте отбой. Своевременно, быстро и точно. Это то, чего так не хватало нашей системе правоохранения, говорят депутаты. Теперь все стало на свои места. Вместо обычных сотрудников ведомства вот такие электронные видеосотрудники. Они работают без праздников, не спят и практически не устают. И главное, они незаметно, но очень точно делают свою работу. Основная задача системы видеонаблюдения – следить за безопасностью и спокойствием жителей города. Она позволяет анализировать, своевременно определять места совершения преступлений, дорожно-транспортных происшествий и предотвращать их. Программа начала формироваться с 2009 года. На данный момент она работает на 30%. Сейчас установлено 55 камер. К концу 2014 года будет установлено 167 камер. На реализацию целевой программы «Безопасный город» в 2012 году выделили порядка 30 миллионов рублей из местного бюджета. В 2013 году системами видеонаблюдения будут обеспечены все места проведения публичных мероприятий и въезд Чебоксара со стороны поселка Альгешево. Средства немалые, но дело того стоит, утверждают депутаты. Эта система в первую очередь носит сдерживающий характер и возможно для многих потенциальных преступников наличие данной системы станет определенной преградой для совершения преступлений в будущем. Плюсом программы является и то, что она освобождает полицейских от ненужной работы и позволяет им заниматься другими, не менее важными делами, где техника бессильна. На самом деле нам очень понравилось и мы сегодня видим, куда были потрачены бюджетные средства. Мы приняли решение с депутатами в кулуарах, что эту программу будем развивать и дополнительные средства, необходимые для реализации программы и усиления возможности безопасности жителей нашего города Чебоксары, будет продолжено. Концепция «Безопасный город» включает в себя безопасный микрорайон, двор, подъезд и безопасная квартира. Полицейские мечтают и о системе видеоидентификации личности и о создании глобальной общегородской сети наблюдения. Технические возможности безопасного города безграничны. Точнее, ограничить их может только отсутствие финансов. Где взять деньги, решать будут депутаты. Ольга Алексеева, Александр Петров, Республика.